Самым, в общем, таким парадным и мощным, известным событием недели, это был День космонавтики. Хотя вот благоразумие подсказывало России, что лучше бы эту тему не трогать, что лучше бы об этом помолчать о Дне космонавтики. Да вы что, это же скрепа. Это скрепа, вот об этом было, именно для того, чтобы что-нибудь сохранить в памяти, об этом было лучше молчать. Потому что выглядело так, что собрались очень-очень злые, печальные лилипуты и долго не понимали, как это, у нас такие великаны родители. Почему мы такие маленькие? Может быть, мы тоже великаны, просто небольшого... Болели. Просто небольшого размера. 16 минут, на всякий случай сообщаю, упало пальто. Папа великан, мама великан, а мы вот такого размера. Это же старый детский анекдот, болел просто. Да, 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 вот это вот понятно. Почему родились эти карлики? Но мероприятия были совершенно невероятные, я все отсмотрел. Мне очень понравилось, что в Красноярске возле института нефти и газа долгое время грустно лежал булькающий, шевеляющийся, огромный презерватив со странными надписями, в котором происходили какие-то процессы. Это же космонавт был. Подожди, презерватив примерно размером вот с эту студию. А когда руководство института задавали вопросы, оно мрачно объясняло, что вообще таким образом отмечается день космонавтики. И те, кто видели это украшение, они сразу смотрели на окна, не понимая, какой же калибр у местных студентов, если они это выбрасывают из окон. Но студенчество было ни при чем. Там действительно сделали 17-метрового космонавта, надувного, резинового, но делали те же самые руки, что делали вот у нас все космическое. Резиновый космонавт недолго постоял, затем он быстренько порвался и начал изображать алкоголика то в весомости, то в невесомости. Потом его стало сильно колбасить, потом начался у космонавта эпилептический припадок, а потом он стал бить запотевшим забралом шлема об здание. Вот он олицетворял всю драму Роскосмоса, и очевидцы, с которыми я связался, по секрету сообщили, что надувной этот резиновый покоритель космоса при этом стонал с интонацией Мирогозина, и в какую-то минуту резина не выдержала. Он рухнул, юбиляр этой резиновой огромной бесформенной презервативоподобной кучей, под окнами университета. Потом еще в Петербурге, но в Петербурге был свой цирк, у нас ведь есть такой зоопарк имени Макарова, который иногда называется законодательным собранием, это более точное, но это действительно зоопарк имени Макарова с удивительными тварями. Это удивительные твари надеваются в рыжие костюмы с надписью НАСА для того, чтобы отпраздновать день советской космонавтики, и с табличкой «Поехали!». То есть они могли бы рекламировать Яндекс.Такси в лучшем случае, если бы физиономии были бы поприятнее, а так это похоже на апельсин-мутант расшалившийся. Но вот если происшествие в Красноярске можно списать, можно списать, пусть на символическую, но все-таки случайность, то во всех остальных случаях это не получится. Потому что день космонавтики, заявляю ответственно, стал тестом на адекватность, и этот тест прошли не все. И ярче всех, ослепительней всех блеснул мэр города Коряжма. Вот у кого надо учиться. Мэр города Коряжма. Вот оказывается в таком небольшом городе такие колоссальные запасы нерастраченного безумия. В день космонавтики мэр вывел на сцену весь дамский управленческий аппарат. Там были застенчивые счетоводы, такие широкофюзеляжные чиновницы, толстоногие секретарши. Были вполне симпатичные, кстати, дамочки. И были такие дамы, которые без слов объясняют, почему этот город называется Коряжмой. Что такое Коряжма, ты знаешь, да? Это утопленник, но это не просто утопленник, это гнилое бревно утопленник. То есть такое административное стадо примерно в 40 голов было выведено на сцену. Они все вышли, встали, имея посреди мэра. Вообще этого одного выхода было достаточно для того, чтобы обеспечить космический эффект, даже если бы ничего не произошло. Но оно произошло, Оля, оно произошло. И вот мэр, который расположился посреди этих 40 особей, он откашлялся, сделал умное лицо. Все напряглись в ожидании очередной идиотской речи. И вдруг он закричал песню, Оля. Он закричал песню, в которой было всего несколько слов. А коряжмихи, коряжмихи стали мощно содрогаться в такт этой песни. Боже мой, ну это же старый добрый монтаж. Нет, нет, нет. Это же пирамида, я не знаю, еще какие-то прекрасные вещи. Ты не знаешь, что пел мэр. Мэр пел и кричал песню, мэр пел, я ракета, я ракета, кричал он, я ракета. Первый раз, кстати, вот слово я ракета он произнес так без особой уверенности, но поглядел на своих девок и более уверенно тоже было непонимание. Тогда он изобразил при помощи соединенных рук над головой какой-то фаллический символ и еще раз прокричал про то, что он ракета. И тут действительно началось. Дамы в бешенстве запрыгали вокруг него. Это пять тонн админресурса с учетом еще причесок, бус и сережек местного изготовления. Это еще тонна, и нормальные люди стали выводить детей из помещения, потому что побежали по фундаменту трещины. И вот этот единоросс, мэр, показав еще раз фаллический символ, он перешел к совершенно излишним откровениям. Мало того, что он ракета, следующие слова песни, я ракета, раз стыковка, два стыковка, раз стыковка, два стыковка. Вот началось самое интересное. Постепенно, скорее, других слов песни не было. Они все вошли в экстаз про стыковки. Вот удалось ли ему пересчитать все стыковки, при этом он так делал глазками на дам? Неизвестно. Пленка драматически умалчивает, потому что она обрывается. Дамы краснели. Это было заметно даже из зрительного зала, это заметно на песне. И вообще понятно, что со словом стыковка возникали особые совершенно ассоциации. Не мудрено в небольшой коряжни, где все стыковки, в общем, всегда на виду. Мэр не унимался, но, к сожалению, дальнейшего мы не увидим.